Приветствую вас. История, на мой взгляд, представляется следующее. У вас нет четкой своей позиции жизненной. И, возможно, имеется недостаток ценностей, личных ценностей, личных ориентиров, которые бы направляли бы вас по жизни. Опять же, да? То есть, смотрите, вы пишете, общаясь с молодым человеком два года, он в другой стране. То есть, вы с ним, вот это, как-то познакомились, вот этим молодым человеком. Если вы с ним как-то познакомились, то, скорее всего, познакомились вы с ним в интернете. Но я так почему-то думал, что вы познакомились в интернете. Могу, конечно, ошибаться. Вот. Но... Мне кажется, так. Значит, если вы познакомились в интернете, то для этого, значит, для этого, для этого, значит, ну, наверное, наверное, были свои причины. Какие-то, я так полагаю. Значит, в реальной жизни отношения у вас, что? Получается, не складывались в реальной жизни. Возникает вопрос, почему они не складывались? Ну, если не складывались. Если у вас вот не получалось, да, если у вас не получалось, отношения выстроить. Дальше. Вы пишите, мы встречались несколько раз в первый год. Хорошо. Очень важный момент. Если вы встречались в первый раз, ну, вот в первый год несколько раз, то по поводу чего вы встречались? То есть, условно говоря, что это были за встречи? Условно говоря, что вас объединяло? Да? Вот. По поводу чего вы встречались? Это такой момент. Дальше. Вы пишите, оба решились, что мы предназначены друг для друга. Ну, здесь, вы знаете, есть некий такой элемент идеализации, как мне кажется, потому что предназначенный друг для друга людей нет. Их либо нет, либо их не бывает. люди могут друг к другу подходить. Люди могут друг с другом взаимодействовать, люди могут друг с другом общаться. Но предназначение, предназначение людей, друг для друга. Это мне представляется чем-то вроде, знаете, чем-то вроде из, ну, из сериала, то есть из фильмов. Это вот такая, знаете, романтика, да. В романтике, в общем, плохого-то ничего нет, в целом, в романтике. Вот. Но, если она негативно влияет на людей, в данном случае она негативно влияет на людей, на раз. Да мне кажется, что хорошего от нее ничего нет. хорошего. Именно. То есть, что, грубо говоря, указывало на то, что вы друг для друга предназначены? Что, грубо говоря, указывало на это? Как это проявлялось? Можно ли за две встречи решить, решить, что вы предназначены друг для друга? предназначены? То есть, этот момент, этот момент нужно обязательно исследовать. Дальше. Теперь он работает в степи, в контракт, и не было долгого возможности быть вместе. Ну, вы же понимаете, аноним, что теперь, когда вы пишете, что теперь он работает в степи, это произошло не вдруг. Это обстоятельство, это обстоятельство, о котором вы, скорее всего, знали, это обстоятельство, которое, скорее всего, вам было известно, какое-то отношение. И это обстоятельство, к которому у вас, скорее всего, было какое-то отношение. То есть, понятно, что вам это могло быть не по душе. Понятно, что вам это могло не нравиться. Но, если вам это не нравилось, то, что по поводу вашей позиции, связанной с этим. Да? То есть, именно позиция. В тот момент, когда вы узнали, что человек пошел работать по контракту, вот, вы что для себя решили в этот момент? Вы что для себя поняли в этот момент? Дальше. Пойдем. Так, не было долго возможности быть вместе. Теперь она есть. Постоянно откладывает нашу встречу, хотя уже планировали встретиться несколько раз. Он откладывает, а как вы это воспринимаете? Я так устал ожидать и быть в подвесенном состоянии. Скажем так. Нет ничего плохого в том, чтобы, допустим, кого-то ждать. Нет ничего плохого в том, чтобы ждать этого человека, например, но вы не просто ждете все момент. Вы не просто его ждете. вы именно свою позицию выстраиваете так, что от него зависимы вы как будто. То есть, только от него зависит то, как будет выстраиваться ваша жизнь. это вот уже такой элемент зависимости своего рода. Дальше. Делаю не то, что хочется, а чтобы как-то время протянуть. А там постоянно какие проблемы. И это ваш выбор, что сделаете не то, что хотите, а чтобы время протянуть. Это ваш выбор. Это отношение к своей жизни по сути как к чему-то временному. Если вы относитесь к жизни как к чему-то временному, то вы не цените это. Если вы не цените это, значит вы не цените себя. Если вы не цените себя, то как результат не ценит вас. Понимаете? то есть история здесь заключается в том, чтобы изначально делать то, что вам нравится, и чтобы человек либо принимал то, что вы делаете, либо не принимал. но не так, что вы для него, грубо говоря, жертвуете всем. Вы для него, грубо говоря, живете не в своей жизни. Например, это жертвенность. Именно поэтому вы устали. Но проблема здесь не в молодом человеке, который может быть испытывает какие-то проблемы, которые может быть чего-то хочет, у которого может быть свое представление, или которые считают, что вы должны, например, его ждать, или что-то еще. Проблема не в нем. Проблема именно в том, как вы себя преподносите в этой ситуации, как вы себя реализуете в этой ситуации. Проблема в том, чего хотите вы. И в том, что вы в некоторой степени перекладываете ответственность. то есть вы говорите, я устал ждать, но в том смысле я виноват этот человек. А сами вы решать что-либо для того, чтобы не быть в подвесном состоянии, либо не хотите, либо не можете. Если вы не хотите, то это соответственно запрет, а если вы не можете, то соответственно это уже вопрос средств. Вот. То есть тут нужно смотреть именно с этой позиции, именно с этой точки зрения на данную историю. Далее. Значит, там постоянно проблема. Пытаюсь строить другие отношения, но нет, чем другим такие, как нему. Вопросы сразу возникают следующие. Как вы пытаетесь строить отношения с другими, если у вас отношения вроде как с этим молодым человеком? Расставались ли вы с ним как-то формально? Вот. То есть говорили ли вы ему о том, что вы встречаетесь с другими или нет? Дальше. если вы строите отношения с другими людьми, то без завершения предыдущих отношений отношения новые вам не построят. Потому что все это будет по сути лишь только в сравнении. то есть вы будете сравнивать. И здесь снова не весна ваша позиция. То есть получается, что вы интересуетесь людьми только в контексте своих чувств. А какие ваши чувства? Вот например к молодому человеку вот этому с которым у вас не все складывается. Какие у вас чувства? Что это за чувства? Любовь ли это? на мой взгляд это не любовь. Вот. На мой взгляд это подредность. Вот. То есть тут опять же ваша повиска мне не ясна. Вроде бы вы строите другие отношения, а как вы их строите? Как вы их выстраиваете? Понимаете? то есть вот как вы это все организуете? На самом деле это не совсем понятно. Дальше. Сейчас есть человек которым настроены серьезные отношения со мной и готов на много для меня а я все жду чудо. А чего конкретно вы ждете? Всего конкретно вам хочется. Подумайте чего вы хотите? Ведь тот факт что вы ждете чудо сам по себе неплох. Этот факт в некоторой степени даже хороший. Если вы хотите чудо если вы ждете чудо значит вы его хотите если вы его хотите значит у вас есть какие-то желания. Вопрос заключается только в том насколько вы эти желания свои удовлетворяете и удовлетворяете ли вы их понимаете то есть нужно знать свои желания нужно знать свои потребности и адекватно их реализовывать по сути и все ну а вы на данный на данный момент вы к сожалению занимаетесь не этим а тем что перекладываете ответственность на других в данном случае на этого человека вот дальше идем что мне делать спрашивайте что делать чтобы что как из этого выбраться из чего куда если выбираться то куда постоянно крутятся мысли не дают покоя какие мысли о чем что это за желание может быть это страхи какие-то может быть что-то еще подумайте и можно будет разобраться а пока можно говорить только о любовной зависимости вашей от него от мужчины пока можно говорить о вашей неуверенности в себе а может быть о том что у вас нет четко-четкости позиции и все пока все об этом ну и то что вы жертвы то есть не несете ответственность за себя чего вы хотите вообще нужно вычислить и только тогда можно говорить о том что вам делать на этом все я надеюсь что помог вам если у вас остались вопросы пишите в личку буду рад помочь если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим я желаю вам всего самого доброго и удачи спасибо за субтитры спасибо за субтитры